Первая карта Олкин, выбор бейза. Стоун в последнее время так медленно, но верно движется к топу игроков по России, как минимум, по России и СНГ. И вот он в плей-оффе койко Open League 5. Соперник у него, конечно, не самый приятный, с каким-нибудь инцем или с алинцепом, может быть, было бы полегче. А тут сразу бейс. Но с другой стороны, так, бейс у нас на экране, кстати, и первый же быстрый момент, и бейс уже съедает всю карту. Вот это да. Вот это начало, напомню, Волкан, это его выбор, Вайзер против Рейнджера на данный момент, у обоих ДК, у бейза Галина вместо Рейнджера. Так, атака не удалась, но бейза хороший сейчас момент, чтобы карту законтролить, но как он неудачно проатаковал, вернее, атака, собственно, не получилась. Напрягает, напрягает, Стоун достаточно неплохо. Сейчас, может быть, будет Рейл еще один, может быть, через щелку рядом с телепортом. Но респаун девайсов такой, что, в принципе, можно все еще контролить всю карту, но только, наверное, не сейчас. На мигу врывается Стоун, не знает он, как идти, там есть, по идее, у него телепорт. Напрягает, так, не слабо, бейза, Стоун. Пока особых возможностей для фрага нету, очень ровная игра. Опять же, мигать чуть-чуть раньше. Есть ракетка, есть Рейл, мало, мало, но не спешит бейз. Очень аккуратно играет. Хорош, хорош, правда, в ответ тоже прилетело. Стоун очень нагло играет. Вот непонятен сейчас выбор Рейла на самом деле. Мог бы не попасть и очень неприятную ситуацию бы себе создал бейз. Бейзу, естественно, виднее, тем более мы видим всю карту, да, он только, только часть. Так, опять Стоун пытается атаковать. Ну вот момент для того, чтобы занять контроль. И опять неудачно и не попасть здесь. Ох, какая сфера. Да. Вот эти вот двухминутные мучения в итоге привели к фрагу Стоуна. Неплохо, неплохо атакует бейз. Ничего, Стоун не попал. И должны убивать, но здесь спаса благодаря джампаду. Стоун так нужна, атака от бейза на хэви. Но, по-моему, не придет он. Да, не пришел. Здесь Стоун уходит. Хорошая атака минус Стоун. Ну, здесь, конечно... Так, какие там чемпионы? Это Вайзер у нас. Здесь главное не забывать про девайсы. Потому что Вайзер все-таки тебя не разорвет плюшечкой. Так, бейз пошел через телепорт. Через ракету, через ракету. Лежит хэви. Неплохо, неплохо, неплохо. Ой-ой-ой, как Стоун. Сейчас не повезло, подорвался он. И надо бежать. Куда надо бежать? Так, там ДК. ДК уже потратил свою ульту. Похоже, Вайз не совсем понимает, куда лучше пойти. Слушает просто соперника. И, наверное, отдаст этот хэви. До этого отдал мигу. Хорошая ракета. Так, если бы там еще и вылетел, это, конечно, было бы феерично. Так, здесь карманная мига. Но не получилось, не получилось, не получилось. Проблемы, проблемы. Так, этот тотем подлечит. Оба войдут в телепорт. Ребята, вы это видели? Это ДК. Задело шариком. И... Отличное преимущество сейчас у... У Стоун. Правда, очень быстро он его растратил. Растратил. Так, Бейз с Хэви. Ай-яй-яй, как Стоун промахнулся. Обидно. Для него. Ну, по контролю сейчас у Бейза ситуация получше. Но хотя, примерно на самом деле равная. Равная ситуация. И у Стоуна что? Мега по считанным. Бейза дает мегу. Да, дает мегу. Не так много там у Бейза. Да, ребят. Ждем патча. Этот персонаж, конечно... Ну, не место ему в таком виде. Здесь не дело в том, что убили Бейза. Ну, слишком сильно обидится. И 30 секунд. Но вот здесь уже отличный скилл, конечно, Стоуна. Второй фраг он делает сферой. И снова открывает счет. Проблема большая у Бейза. Именно против обилок. Он пасует. Все фраги, собственно, были сделаны в момент, когда просто в хлам разорвало Бейза чего-либо. Но вот сейчас есть, кстати, у Стоуна опять-таки сфера в запасе. Значит, сближаться с ним нежелательно. Сейчас должна быть встреча. Попали в Стоуна. В районе 100 хп у него. Но он спокойненько отошел. Не высовывается. Так, Бейз отъелся просто уже. Там не лезет. Но Стоун, естественно, тоже не лезет. На Бейз пытается как-то, не знаю, дождаться каких-то активных действий соперника. Потому что лезть на сферу ему, конечно, тоже не резон. Здесь не попадает Стоун. Нет ракеты. Надо пойти взять. Бейз продолжает выедать всю карту. Уже пошел через шат проверять. Так, ну вот здесь, я думаю, не жалеет Стоун, конечно же. И Бейз должен достаточно толстым оставаться. Сейчас он возьмет полтос. Сейчас он возьмет Хэвик. И будет очень толстый к следующей миге. Ну и Вайзер, по идее, не должен его убивать. Собственно, все так же было и в предыдущем раунде. До тех пор, пока не остался ДК у Стоун. Этим ДК он Бейза прихлопнул очень жестко. Хорош. Флеку здесь Бейз, но... Не попасть. По персонажам ничья, поэтому по-любому сейчас... Но Бейз-контроль, поэтому, наверное, по-любому он все-таки будет пытаться атаковать. Плюс, опять же, Вайзера все-таки не так страшен, как ловкий умилый рейнджер. Или ДК-шечка. Так, там просветочка пошла. Тяжело, тяжело играть со Стоуном. Потому что он... Ну, просто ушел в оборону в глухую. И... Быстро, не толще сейчас. Равный стэк у них. Ну, вот сейчас с мигой. Так, ну вот сейчас должна быть встреча. Так, на джампаде, я думаю, прыжка не будет. Ой-ой-ой, как... Как Стоун ошибся. Так, сейчас... Сейчас главное на ДК не напороться. Ой, как меня этот персонаж убивает. И какой дебильный респаун был. Кошмар, кошмар. ДК, конечно. Ну, кинь в него огнем. Нет, огонь куда-то не туда. Полетел один ХП. Как похрюкивает. Так, лежит Меган. Но Бейс, мне кажется, туда не придет. Сейчас заберет стол на халявку. Нет, смотрите. Ну, боится, боится ворваться. Бейс ждет армор. И не дожидается. Но ракета спасает. Тяжелейший раунд. Тяжелейший матч. Кошмар. ДК, конечно, это... Что-то с чем-то. Обязательно надо взять гвоздики. И не получить сейчас лишний дэмэдж. Пушками сейчас обменялись. И... Первая же перестрелка. Обойн там досталась. Еще Рейл выдерживает СТОН. Очень мало у Бейса. Но он не попадает. Отлично СТОН, кстати, играет на самом деле. Так, сейчас... Хорош. Хорош сближаться и добивать. Ну... Конечно, был риск здесь... Не перестрелять. Потому что, конечно, ракеткой там можно было бы надежнее. На самом деле, нет. Шафт он был надежный. Знал... Бейс, что мало осталось. ХП совсем у СТОНа. Ого. Что это было? Очень агрессивно сейчас СТОН стал играть. Синобидок. Респект. Два вайзера у нас на экране. СТОНа просветка еще не скоро. До МИГИ 7 секунд. И... Пошел он дальним путем. Бейс сейчас должен... Затащить МИГУ. Нам надо подбирать часы. Ждать армор. И немножечко так... Попытаться понять. Когда тайминг на Хэви будет. Тут же привет. Это просветочка. Это просветочка. И сейчас Бейс может остаться вот в этом месте. Ой-ой-ой. Как СТОНу не повезло. Но схватило ХП. Конечно, могли его там подлавливать. Нерв ДК будет в патче. Все изменения, которые были на ПТС сервере, они завтра по балансу также появятся. Об этом не сказано в официальной новости на Quake.com. Но... Баланс также будет изменен. Ай-яй-яй. Проблема. До последнего стоит СТОН. Так. Бейс решил поднахамить на Хэви. Но не получилось с него это толком. И разошлись соперники. Ой-ой-ой. Как мне повезло сейчас СТОНу. Очень хороший, конечно. Он попал. Ракеты. Так. Там остался ДК. Сейчас ДК будет плеваться огнем. Есть Рыльса. Опасно, опасно. Хэви с Амигой примерно одновременно. Ой-ой-ой. Это проблемы, это проблемы. Но проблемы в итоге у СТОНа. Потому что не попадает. Был бы забанным, кстати. Если бы был бы не поставить персонаж. Ну, наверное, игроки чувствуют. Просто Бейс не дожидаясь. А Монсера уже стал об стены шмалять. Так. Снова Вайзер на Рейнджера. И быстрая атака от СТОНа. Нет. Атака все же готовится. СТОН не определился. С какой стороны лучше врываться. Ну, а Бейса только Рейл. И, конечно, нужна пушечка. Обязательно ракетка. Услышал Бейс. Сейчас соперник. Сейчас, возможно, будет проход дальше. Есть первый Рейл. И ракетка. Сейчас будет ЗТА. Игра совсем скоро. Бейс проверяет. Увидел. Ну, здесь решил сыграть понадежнее. Нету Бейс шахта. Я думаю, сейчас он отойдет за ним. Есть просветка. Просветку надо было перед атакой, мне кажется. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, сейчас, я думаю, будет размен по предметам. Хэви на Мегу. Никто ни в кого не попал. Так, по идее, что Стоун не хочет уходить руки джампом. Будет не замыти. Очень неудачный прыжок на шафт. Ну, повезло, что попал ракету. Ой-ой-ой, как Стоун агрессивно играет. Ну, здесь аптеки Бейза спасут. Так, здесь должен быть маленький арморчик. Так, и несется Стоун. Ну, реально, реально очень агрессивно играет. Сейчас Мега для Бейза. Бейз мажет. Ай. Ну, сейчас будет полтинничек. В принципе. Шафт хорошо бы еще подобрать. Увидел бы из соперника. Но Мегу уже не ворваться. Ну, там Стоун тоже сам спрыгнул. Так, Мега взята. Ай-яй-яй. Ну, вот опять же, для Рокета гораздо бы надежнее. Эта ситуация подошла. Сейчас всю карту отдавать. Отличный рейл сейчас. По-моему, друг друга светят. Обмен любезностями. И надо к полтинничку отходить. О, сейчас будет встреча. Рейл закончился. Это был бы фейл. Это был бы фейл. Был бы отличный фраг. Но... К сожалению... Там не хватало на рейл. Рейла, кстати, до сих пор нет. И сейчас... Опять не туда пошел. Вот же пулька-то лежит. От этого рейла. Ну, пошел... Пошел напрямую за пушкой. Хорош. Так, Мега сейчас. А вот это уже... Проблема для Стоуна. Потому что очень толстый. Сейчас будет бейс. Успевает он на хэви. Там ДК. Там главное не попасть на... Прямой контакт огоньком. И просто спрыгнуть добить своего соперника. Хорошо. Стоун здесь в контроле. Швыряет. И будет встреча на часиках. Потому что... Ой-ой-ой. Как врывается Стоуна. Нет. Здесь последняя не вошла. И все же тяжелая карта для... Бейза взята. Итак, вторая карта. Молтон Фоллс. Выбор Стоуна. Посмотрим, что здесь покажет он. И что ему противопоставит бейс. Персонажи у нас абсолютно те же. Два вайзера. Два ДК. Бейза Галина. Стоуна Рейнджера. Рейнджер ему очень неплохо подсобил на Волкене. Так-так-так. Услышал Стоун соперника. Не пошел. И встреча на Рейлгане. Пара гвоздиков залетела. Но, конечно, они погоды не сыграют. А вот сейчас уже опасно. Мало. Мало. Бейза. Но Мигу свою, я думаю, он заберет. Если поторопится. И хорошо бы болтинчик здесь подобрать. Он должен валяться. Потому что Стоун точно не нужен. Бейза нет рельсы. Привет из первого раунда. Да. Тяжело, тяжело, конечно, играть против вот таких приколов. Когда ты, в общем-то, толстый начинаешь в первом стрельбу. Но забываешь, что твой соперник это рейнджер. И рейнджер, который сферки-то натренил очень неплохо. Это уже третий фраг. Причем каждый раз это первый. Первый фраг. В раунде третья сфера от Стоуна. Чуть-чуть сейчас у Стоуна больше. ХП. Не знаю, куда идти. На хэви или на мигу. Сейчас будет встреча. А я не попал. На хэви должен успевать, по идее. Оба сейчас, конечно, очень отъелись. Первым у нас в этот раз мига. Но два девайса, наверное, здесь никак не успеть. Хотя Стоун пошел на мига. Но здесь надо хотя бы ему, конечно, дэмэдж нанести. Стоун писали в чате. Насколько я видел, сегодня скинули скрин с регистрацией на питерский LAN. Там бейс с Латромия будет играть. Если я правильно понял. У них команда, их называется 2Z58. Не три ночные, по-моему, кинул этот скриншот. Но в целом я не в теме. Улан у нас через 11 дней. Затянулся первый раунд. Убей за один персонаж в ауте. Сейчас он, возможно, слоит рейл. Нет. Сам нанес. Отогнали. Ой-ой-ой. Сейчас будет быстрая атака, по идее. Забивает. Так, сейчас не должен выживать Стоун. Ух ты, какая интересная сфера. Что творит база? Как ворвался. И вот, мне кажется, не прав Стоун, что берет Вайзера. Потому что времени очень мало. Ему надо как-то бороться с ДКшкой. И если фракшис отдаст Стоун, то он потом уже по времени не успеет. Бейс потерял тайминг девайсов полностью. И Мигу упустит. Но, правда, тут же последовало наказание. Так, нету раундгана. Минут у нас до конца. Так, врыв от Бейза. Пошел он Аркадьевич. Ему надо на Мигу зайти. Потому что должен у него быть все-таки тайминг. Он в прошлый раз. Просто про нее забыл. Есть время до хэви. Но есть ли тайминг? Есть ли тайминг? Так, сейчас Энними на Ральсе берет аптеки и полденечко. Куда же Бейс-то лезет? Куда он лезет? Ну какой же он все-таки? За 5 секунд, ребята, Бейс 100 хп лезет. Рейлис со столом. За 5 секунд до конца раунда он это делает. Просто кажется, беру, что у тебя Бейнкью 2411. Почему-то не купил Самсунг. Потому что Бейнкью был дешевле. А мне не хотелось тратить. Не запланировано на монитор много денег. При том, что я не считаю, что Бейнкью для меня самый плохой вариант. Отличный вариант. Да, Бейс, конечно, исполнил. Полез. Полез, все съел. В конце вообще, по-моему, уже на минус морали какой-то пошел сырой лисой. Но это кошмар. Это кошмар. Ну, ладно, это только первый раунд. Именно так у нас начинался матч и на Эволкене. 1-0 Павел Стоун. Снова Стоун на Рейнджере. Надеется он на еще один Телефраг. От Вайзера можно ждать что угодно. Поэтому Стоун очень-очень осторожненько играет. Услышал, по идее, сейчас он. Лезет Бейс, конечно, не хочет он отказываться от своего стиля игры. Так, лежит Хэви. Ну, вот сейчас шанс для Бейса в том, чтобы взять этот Хэви попозже и зациклить карту. Так, отличный врыв на оба-обок. Оба круто сыграли. Но Стоун не промазал с ракеты. Все три вошли. И, собственно, из-за того, что это Рейнджер, себе он дэмэдж наносил минимальный. Поэтому, собственно, это ИУИ спасло, оставив 11 хп. Бейс пошел на Мегу. Стоун спокойненько здесь заберет. Норморку. Хорош, 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 хорош. Здесь не жилец, я думаю, Стоун. Несмотря на то, что он там пытался ракетами попасть. Да, все непросто. И опять Бейс не идет на Мегу. Ну, вот когда покоцали, уже пришлось отступать. Практически не нанесли ракеты дэмэджи, но сейчас обменяются. Так, неужели Стоун придет на Хэви атаковать? Нет, это было бы слишком смело. Хотя он играет, на самом деле, достаточно агрессивно. Бейзуб, конечно, эти тотемы пошвырять где-нибудь в более скрытых местах, чтобы с Мегой карманных ходить, но... Но нет. И у нас... Полтора минуты остается. Снова размен. И с Рэйл, второй не зашел. Сейчас, часы я думал бы из-подбирать, чтобы себе колдовать Мегу. Нет, он пошел на Мегу сам, врывается, врывается. Ой-ой-ой, как неудачно. Неужели пойдет до конца? Ну, аркада просто фантастическая, при этом лежит Мега и отдает Мегу. Ну, что за бред происходит? Все, всю карту отдал. Стоун сейчас еще и толще остался, при том, что он убегал. Что самое интересное, теперь у Стоуна тайминг на оба девайса. И сейчас он еще и с обилкой может прибежать. Нет, обилка вот сейчас только. Включил. Да Меге три секунды. Стоун, я думаю, придет. У нее нет, не идет, не идет. Ай. Это у нас вероятный всего овертайм. Десять секунд осталось. Так, хэви проверить, хэви проверить и... Ну вот, как не проверил, Бейзыч. Лежит же армор. Ох ты ж. А в ответ тут же привет. Это, наверное, была самая гениальная контролька в истории Коэк Чемпионс, которую я видел. Но в итоге тут же размен на рейл соперника произошел. И вот опять же, надо на мигу врываться, заранее занимать там позицию удобную. Очень-очень тяжелый матч. Бейз решил низом пойти. Это опасно. Это очень опасно. Проблемы большие. Ой-ой-ой, как Стоуну не повезло. Ну, мало у него, видимо, оставалось. Замече 75. И удача именно с обилкой в этот раз, по-моему, первый раз была на стороне Бейза. Потому что и ловил он очень много сфер. Ловил он... Так, сейчас будет подлов. Но до конца не довел. Потому что был риск... Так, здесь, конечно, хэви надо забирать. Был риск получать там какую-нибудь шайную ракетку. А вот сейчас проблемы... Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, по таймингу все Бейза, конечно, отлично. Ай-яй-яй, как не повезло. 10 хп. Но уже где-то мы такое видели. Мега первым. Но сейчас Стоун ее просто в легкую заберет. На хэви может тоже успеть. Ой, как больно там Бейзу. Но не настолько, конечно. Еще одна ракета. Как? Как? Все подбирает. Бейзыч. Домиги 8 секунд. Минус Стоун. Минус Стоун. Но нет. Ушел опять. Хитрая лиса. Контроль сейчас должен быть полностью за Бейзом. Стоуну просто вот, ну точно не до, не до атаки хэви. Напомню, что Бейза нет. Персонажу уже одного. Посмотрите, насколько Бейз толще. Сейчас он, конечно, полтинничек один заберет. Да нет, он даже боится выходить сюда. Но здесь можно включить Бейза, потому что он все-таки поактивнее сейчас играет. Он ищет соперника на первый этаж. Пока боится. Боится. Насколько Бейз сейчас толще. Там рейнджер коварный, который может в любой момент плюшечку свою. И по-моему сейчас Стоун на это и рассчитывает. Нет, ну он просто убегает. Конечно, я представляю, как у Бейза там подгорает. Особенно если... Особенно когда это заканчивается сферами сочниками. Да, очень-очень тяжело играть против Стоуна, потому что он реально ушел в какую-то глухую оборону. Сейчас будет прыжок в телепорт. И повезло, конечно. Так, мигай, мигай, мигай. Ну, Стоун уже откровенно стал убегать. Ну, ничего ему не остается, в общем-то. Я думаю, Бейза сейчас жестко просто подгорает. Но сделать он ничего не может. Главное, чтобы сфера эта не закончилась, потому что, ну, реально это будет очень жестко. Вот, например, в такой прыжок... Нет, повезло. По-моему, сфера, кстати, задела Бейза. Так, есть ли там Полтос? Полтоса нет, поэтому... Проблемы будут на... Так, тут же атака из... Да, если был бы фраг, было бы эпично, но... Сейчас бы ноги унести, на самом деле. И этот только Бейз сравнял счет. Дамиги 3 секунды, в принципе, более-менее по контролю. Ой-ой-ой-ой-ой, там Стоун чуть не вылетел. Но... Кто успеет на армор? По-моему, Стоун немножко замешкался. Бейз летит на всех парах. Как минимум, конечно, Вайзер не разорвет ничем. Так, где соперники? Вообще непонятно, где он... А, все. Мы задетектили. Ох. Как бы среагировал. Ну, по контролю сейчас опять все неплохо. Опять же, можно не бояться какого-нибудь прикола с обилити. Разве что какого-нибудь рейла коварного. Ненамного, на самом деле, сейчас толще Бейз, поэтому может он на этом хэви наполучать. Все равно лезет, лезет. Не попадает ракета. Надо уйти. Надо просто уйти. Потому что нагребал сейчас Бейз. На Амигу он уже никак не успеет. Может быть, только демэдж нанести. Но вот здесь Стоун слишком надежно сыграл. Да. От контроля сейчас надо сыграть. В том плане, что занять место на Миге. Ну, опаздывает уже Бейз. Уже будет врываться в последний момент. Нет, все-таки забрал. Все в порядке. Да, тяжело с таким Стоуном играть. Ну, а что ты поделаешь? Ну, вот так играет Саппермен. Побеждать надо всех уметь, если... Так, нету ракет здесь. Стоун, да, уже не видно, не слышно. При этом он там 100-100. В принципе, очень себя неплохо чувствует. Бейзу, конечно, ни в коем случае сейчас нельзя давать ничего. Плюс сейчас там просветочка уже возобновится. Пошел вабан, по-моему, Бейз. И 50 хп. Куда ж ты лезешь? Сейчас будет руки-джампы. Ну, я... Блин. У меня что-то лагануло. Я-то вообще не понял, если честно, как Бейз вообще выжил в той ситуации. Это просто чудо. Но видно, что у Бейза все уже... Уже псих включился, потому что он просто лезет. Соперник от него, грубо говоря, убегает 5 минут. Ну, что ж ты, Хэви-то не взял, Бейз? Хэви лежит. На Мегу надо успеть. 3 секунды до Меги. Так, Вайзер там светит карту. Пипец вообще. Какая мерзительная все-таки эта дуэль. Кошмар. Но по убитым тотемам стон впереди. Это даже уже не так весело стало комментировать, потому что... Там просто нет хп. Там просто нет хп у... У Вайзера, наконец-то этот мучительный раунд закончился. Сноу Вайзер против. Рейнджера. Начало просто под копирку. Ну, Бейза плюс форвард жесткий, конечно. Хорошая ракета, хорошая рейл. Бейза там совсем нет хп. И, я думаю, не убежит он. Нет, опять убежал. Второй раз везет. Сейчас Мегу подберет. В принципе, будет все более-менее неплохо. Пойдет ли в атаку сейчас стону, чем вопрос? Или будет играть так же? Осторожно. Стоуну, конечно, здесь гораздо больше досталось. И убивают рейнджера. Это, конечно... Так, там ДК, кстати. В ДК, по-моему, мы еще на этой карте и не видели. Не помню, что было в предыдущем раунде. Не в предыдущем, а в первом. По-моему, там тоже не дошло. Делал ДДК. Воу. Так, ну все, здесь минус. Стоун пошел. Уже, мне кажется, ва-банк. Так, остался там Вайзер у него. На Мигу Бэйс понимает, что не успел. Но здесь Мига в кармашке, поэтому... Ай-яй-яй. Чуть-чуть не попал, было бы забавно. Так бы и забыл, что он только что Мигу брал, по ощущениям. Опять не может найти соперника. Соперник, кстати, сейчас его светит. Но... Мигу сейчас ушел в стон, забрал ее. Он бы сейчас более-менее толстый. Хороший рейл. Еще один. Мало-мало-мало там, но там будет аптечка и полтос, по идее. И, наверное, разойдутся. Может, кажется, был добивать, но опять был риск нарваться на кучу ракет в этих узких проходах карты. Так, как бы, если решил себе оверхилл сделать. Но все тотемы к тому времени уже порушили. Ну, как же так-то? Да, ребята, это было очень напряжно.